Как научиться вязать крючком? Это не трудно, если вам на самом деле хочется научиться. Я самоучка, как многие вязальщицы. Училась по журналам, которые в прошлом веке встречались очень редко. Сейчас информации множество. А столько моделей. Все хочется связать. Вы сейчас на экране видите мои работы, которые выполнены в разное время. Они не идеальные. Я вяжу далеко не лучше всех. Хуже, чем вяжут многие. Возможно, вскоре вы начнете вязать даже лучше. Поэтому не бойтесь. Самое главное начать. Сегодня я хочу вам показать самые основные приемы, чтобы вы смогли взять в руки крючок и потренироваться. Как вязать столбики, как вязать начальную цепочку. Смотрите. И самое главное. Начните. Попробуйте. Для того, чтобы начать вязание крючком, необходимо сформировать первую петельку. Сейчас вы видите, как я это делаю. Образуем колечко и вытягиваю петельку крючком. Сейчас можно подхватить рабочую нить крючком. Протянуть через первую петельку. Следующая петелька у нас связана. Это обычно считается первой петелькой. Снова подхватываю рабочую нить. Протаскиваю через петельку на крючке. И вяжу так дальше до нужной длины. Крючком можно вязать полотно любой формы. Можно вязать прямо с поворотом в конце ряда. Можно вязать по кругу. Можно вязать самые разные фигуры. Особенно это при вязании ирландским проживом, при вязании аппликаций. Вот у меня уже готова цепочка воздушных петель. Сейчас я покажу, как связать ряд столбиков без накида. Для этого я выполняю одну воздушную петельку для подъема. Втыкаю крючок в первую петельку от лежащего крючка. Вытягиваю рабочую нить. Снова подхватываю рабочую нить и протягиваю через две петельки. Вот у меня первый столбик готов. Втыкаю крючок в воздушную петельку. Вытаскиваю рабочую нить. Подхватываю рабочую нить и протягиваю через две петельки на крючке. Снова втыкаю крючок в воздушную петельку цепочки. Подхватываю рабочую нить. Вытаскиваю ее из петельки. Две петельки на крючке. Подхватываю рабочую нить и протаскиваю через две петельки. Столбик без накида выполняется за два приема. И так продолжаю до конца цепочки. Спасибо. Спасибо. Последний столбик. Столбик провязан. И вот смотрите, первый ряд, как он выглядит. С лицевой стороны и изнаночной. Немножко отличаются. Снова вяжу воздушную петельку для подъема. И втыкаю крючок уже в столбик. Подхватываю рабочую нить. И через две петельки. Втыкаю в столбик. Вытягиваю рабочую нить. И снова подхватываю рабочую нить. И через две петельки на крючке. И так до конца ряда. Потренируйтесь вязать столбики без накида. Можно связать небольшую цепочку. Повязать столбики без накида. И в результате у вас получится самая первая простая прихватка. Вязание с лицевой и изнаночной стороны почти не отличается. И снова выполняю воздушную петельку для подъема. И сейчас я покажу, что петельки могут быть разные. Вот смотрите, я подхватываю, вернее протыкаю крючок через столбик, через две петельки. Вот насквозь две петельки я провязываю. У столбика есть две петельки, вот эти, видите? А сейчас я буду... А я подхватываю за две. Сейчас я буду вязать за заднюю стенку, то есть за заднюю петельку. Таким приемом мы вяжем реже, но все-таки он тоже используется. Я хочу просто вам показать отличие. Этот ряд до конца я провяжу столбики без накида за заднюю стенку. Первый ряд я вязала за обе полупетельки. Такими столбиками вяжется часто резинка. Она выполняется не как обычно сверху, вернее снизу вверх, а поперек изделия. Сейчас вы умеете вязать столбики без накида и столбики без накида за заднюю стенку. Здесь как в музыке. Там всего 7 нот и здесь всего несколько приемов. Нужно просто научиться столбики. Столбики с одной вершиной, столбики с накидом, без накида, с двумя накидами. Все очень просто. Сейчас я покажу еще один способ вязания начала цепочки и как вязать по кругу. Я показываю, как сформировать эту петельку. Вот она у меня уже готова. И начинаю вязать дальше. Подхватываю рабочую нить крючком и протягиваю через петельку. Снова подхватываю рабочую нить крючком и протягиваю через петельку. Итак, на такую длину какая цепочка нам нужна? То есть, какая ширина изделия? Дело в том, что здесь не обязательно рассчитывать плотность, как вот в спицах, в спицевом вязании. Можно просто набрать цепочку нужной длины и начинать вязать. Если замкнем цепочку в кольцо, то можно вязать по кругу. Так вяжутся шапочки. Можно связать носки от мыска. Салфетки. Можно вязать как по кругу, так и, вернее, круглое полотно, так и квадратное, прямоугольное. В зависимости от того, как вы будете выполнять прибавки. Вот здесь я показываю соединение начала и конца цепочки, когда она образует колечко. И начинаю вывязывать столбики без накида. Я втыкаю крючок под цепочку воздушных петель, которые мы выполнили. Подхватываю рабочую нить, у меня две петельки. Подхватываю снова рабочую нить и протягиваю через две петельки. Столбик готов. Снова в колечко крючок, подхватываю рабочую нить, две петельки. Подхватываю рабочую нить, еще две петельки. Один столбик готов. Таким образом, столбик без накида вяжется за два приема. Набрав определенное количество столбиков, в описаниях обычно это обозначается 5, 6, 8, 12. Нужно соединить начало и конец цепочки. Для этого я втыкаю крючок в первую петельку на крючке, подхватываю рабочую нить и за один прием провязываю петельки. Выполняю 3 воздушные петельки. Это для подъема. Начинаю новый ряд. И сейчас вот я вяжу столбики уже с накидом. Сейчас я повторю, как это делается. Вернее расскажу. Делаю накид. Крючок втыкаю в столбик предыдущего ряда. Вытаскиваю. Ниточку подхватываю снова ниточку, две петельки. Подхватываю ниточку и провязываю. Когда вяжем вокруг, необходимо выполнять расширение. Поэтому я два столбика вяжу в один столбик предыдущего ряда. вот я провязала второй столбик в этот же столбик. Накид. Крючок втыкаю в столбик предыдущего ряда. Вытаскиваю рабочую нить. Снова подхватываю рабочую нить. Провязываю. И подхватываю рабочую нить. Снова провязываю. Таким образом, столбик с накидом я выполняю за три приема. И вот снова я провязала два столбика в один столбик предыдущего ряда. Как выполнять расширение обычно тоже описывается вернее рассказывается в описаниях к моделям. Как научиться вязать крючком да просто взять руки крючок ряжу и начать вязать.